Благоустройство детской площадки, строительство пантуса и парковки. Вот лишь часть вопросов, которые жители третьего дома по улице Ленина смогли задать первому заму руководителя администрации. И по электронной почте, и лично. Сергей Юров постарался ответить на все. На встрече присутствовал и наш корреспондент Владислав Момот. На встрече жители сразу трех домов. О судьбе детских площадок они спорят давно. Сходятся в одном. Состояние игровых комплексов глаз не радует. Вы видели нашу детскую площадку? Это не площадка, это ржавый металлолом. У нас по городу идет программа по установке детских площадок. Я думаю, что видели уже и в парке. В прошлом году мы начали эту работу делать. В этом году 15 запланировано. И в связи с тем, что по вашему дому тоже много обращений по детской площадке, соответственно, здесь тоже детская площадка будет установлена. В течение мая работа закончена. Впрочем, как оказалось, даже в этом вопросе общего мнения нет у самих жителей. Одним нужна площадка для детей, другим для машин. Игровых комплексов, считают, последний в городе полно. А вот парковок не хватает. Давайте я вам отвечу. Рассмотрите, пожалуйста, в комплексе строительство детской площадки, спортивных сооружений и парковочных мест для машин, владельцев этих домов. С градостроительными нормами действительно не предусмотрено паркование машин во дворе. Предусмотрены гостевые карманы. Парковки, город обеспечен парковками достаточно. На сегодняшний день парковки заняты на 65%. Поэтому площадки быть, а вот место для парковки многим придется искать за пределами двора. У жителей накопилось. Есть еще вопросы по ремонту подъездов и строительству пандусов. У нас все ступеньки в ужасном состоянии. Если люди пишут, если 100 подписей собирают, значит вопрос, наверное, реальный. Вопрос надо решать. Пандусы нужно делать нормальные, чтобы во всех подъездах пандусы были. Пандус установлен, ступеньки. Срок? Две недели. Разговор получается конструктивным. Некоторые проблемы удается решить на месте. На встрече еще сотрудники управляющей компании. Поручения записывают, обещают выполнить. Диалог-то мы нащупали. Надеемся, что это не останется просто голословно, что у нас будет площадка, что нам облагородят нашу территорию. Надеемся, что администрация нас услышала, что до 1 июня площадка у нас будет установлена. Оградить свой двор от посторонних – это еще одно пожелание жителей. Сергей Юров заверил, что администрация не против, но решить это могут только собственники жилья на общем собрании. Для предметного обсуждения вопроса в ближайшее время состоится еще одна встреча с инициативной группой жителей этих домов. Владислав Момот, Николай Астахов для РТВ.